Площадь освобождения и здание, которое не покорилось. Так называют Бендерский горисполком. Сегодняшним воскресным днём здесь было многолюдно. С раннего утра бендерчане разных национальностей, возрастов и профессий собирались на второй легкоатлетический пробег «Лента памяти-2018», чтобы вспомнить воинов, погибших кровавым летом 92-го. Маршрут движения традиционный, он до 3 км, скорость движения колонны 5-7 км в час, то есть это лёгкая-лёгкая трусца. Данный маршрут может преодолеть каждый желающий. Приветствую участников соревнований. Вся неделя начала и середина её была очень жаркая. Сегодня погода как раз под стать нашим соревнованиям. Поэтому желаю удачи вам и хорошего финиша. Старт дан. Сотни человек в едином порыве. В буквальном смысле пронеслись по улицам Бендер. В руках у легкоатлетов 616 красно-зелёных вымпелов, которые символизируют души погибших защитников города. 616 красно-зелёных вспышек объединились в единую ленту памяти во главе с 10-метровым государственным флагом Приднестровской Республики. Проводя такие мероприятия мемориальные, мы воспитываем нашу молодёжь. А самое главное, если мы не будем воспитывать в духе патриотизма, любви к городу, будут воспитывать другие. И совсем в противоположную сторону. Сегодня нужно всё сделать, чтобы эта память и дружба народов сохранилась. И Приднестровье сегодня является примером. Примером маленького, сильного духом государства страны, где сегодня у нас прежде всего интернациональное воспитание. Трёхкилометровый маршрут ленты памяти проложен по тем памятным местам города, где шли самые ожесточённые бои за Бендеры. Площадь освобождения, улицы Суворова и Панина, памятник русской славы, мемориал памяти и скорби. Организаторы отмечают, что основная цель пробега – через спорт выразить уважение к событиям 1992 года. К 616 нашим согражданам, которые погибли в бендерской трагедии. Надеюсь, что память сохранят. Имея память, мы будем помнить, будем знать и держать город. Если бы не российских миротворцев, конечно, никто не знает, что бы здесь было и как оно было бы. А вот огромная им благодарность и благодарность Российской Федерации о том, что она нас не теряет, помнит, помогает нам. Мы пришли сюда для того, чтобы почтить память тех, кто отстоял город в 1992 году. Мирные жители жили спокойно, и на них, так сказать, враг напал. И наши доблестные защитники нас защитили. Молодой поколение должно знать, что благодаря тем, кто защищал их, кто умирал в окопах, будем говорить, на баррикадах при защите города, благодаря этому они живы, они могут учиться, работать и думать так, как они хотят. Более 600 участников пробега финишировали на площади освобождения. В 1992-м здесь шли ожесточенные бои. Сегодня совсем другая картинка. Город живет спокойной и мирной жизнью. Лишь приспущены флаги и развиваются черные траурные ленты. Чтобы помнили, чтобы не повторилось. Андрей Вакула, Иван Зелинский, Пендерское телевидение. Школа легкая.